Доброе утро, коллеги! Действительно, в Евпатории пользуется особой популярностью такой вид искусства, как танец. И, к сожалению, точно ответить на вопрос, какой именно вид танцев пользуется популярностью, я не могу. Могу только предположить, что это наверняка танцы разных народов мира, поскольку весь полуостров у нас очень многонациональный. Но абсолютно точно этот вопрос ответит наш сегодняшний гость Василий Давыдов. Василий, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, все-таки, какие танцы пользуются популярностью и в Евпатории, и, в принципе, на территории всего полуострова? Вы знаете, вообще на территории полуострова и в Евпатории, в частности, хореографическое искусство пользуется большой популярностью. Причем все его виды. И классическая хореография, и современная, и бальная хореография. Но, как Вы очень правильно заметили, регион наш многонациональный, поэтому особой популярностью пользуется народный вид хореографии. Расскажите, кто занимается танцами у нас на полуострове? Какие возрастные категории? При этом больше дети, молодежь или взрослые поколения тоже приобщаются к этому искусству? Вы знаете, в последние годы народный танец, народная хореография стала особенно популярной среди практически всех возрастных групп. Я знаю, что Вы не только занимаетесь танцами, преподаете танцы, но еще и являетесь членом жюри во многих конкурсах. Расскажите, какой был последний, какой был самый масштабный, самый запоминающийся для Вас? Последний конкурс состоялся вчера. Он состоялся в Алуште. Его проводило творческое объединение «Дива-арт». И конкурс это многожанровый, творческий. Было представлено очень много видов творческой деятельности. И вокальное искусство, и инструментальное искусство, хореография, цирковое искусство, декламирование и декоративно-прикладное искусство. То есть такой достаточно широкий творческий спектр. И возрастные категории были совершенно разные. То есть были и маленькие дети, и абсолютно взрослые люди. Гран-при занял Алуштинский коллектив. Там люди от 60 лет. Коллектив казачьей песни, хор. Это был республиканский конкурс? Всероссийский конкурс. Это был первый опыт такой. Он был заявлен как всероссийский. Но пока вот в нашем регионе он проводился. Расскажите, я знаю, что наш полуостров, наверное, и из-за своего климата пользуется особой популярностью в качестве площадок для больших конкурсов, в том числе и танцевальных. Расскажите, какие вот самые такие масштабные, грандиозные проходят у нас в Крыму? Вы знаете, я уже определенное количество лет сотрудничаю с учредителями конкурса «Алтын-Майдан». Этот конкурс проводится по всей России. И вот одна из площадок для проведения этого конкурса – это Крым. Очень масштабный конкурс. Там происходит, он длится достаточно период времени, там в течение 10, насколько я помню, дней. Там происходит этнолагерь. То есть это конкурс не только вокальный, хореографический, но и этнический. Каждый регион, каждая национальность со всей России приезжают туда. Они представляют вообще свое творчество, свое культурное, этническое наследие. А если говорить о самозапоминающемся, непосредственно для вас? Вы знаете, вот самый запоминающийся, наверное, это когда учредители как раз конкурса «Алтын-Майдан» пригласили меня поучаствовать в работе жюри в Вилюйске городе. Это было далеко, это был такой тяжелый перелет и переезд. Сначала в Якутск, потом в Вилюйск. И я никогда не думал, что вот, казалось бы, такой холодный, это было зимой, мы поехали зимой, полетели зимой туда, что такой как бы гигантский регион, это самый большой регион российский, что он представит такое яркое фееричное шоу. Там очень популярны театры моды, с чем я вот впервые столкнулся. Большое количество. И, конечно, большая часть представленных вообще композиций относились именно к этническому слою. Расскажите, насколько сложно оставаться беспристрастным, когда ты сидишь в кресле члена жюри? Как вот не подастся какое-то, может быть, какому-то обаянию участников? Или все-таки поддаетесь? И как, в принципе, происходит оценка? Вы знаете, ну вообще существуют критерии оценки совершенно разные, но вот как раз один из критериев оценки, который практически на всех конкурсах попадается, общее впечатление. То есть сама оценка состоит из нескольких составляющих. И вот одна из составляющих, можно так сказать, что субъективное впечатление каждого члена жюри. Спасибо вам большое, Василий, что пришли сегодня утром к нам в студию. Я надеюсь, что у вас будет еще очень много масштабных конкурсов. И я думаю, что участники будут только радовать и приносить обязательно положительные эмоции. А на этом время наше эфиро заканчивается. Коллеги, вам слово. Большое спасибо, Настя. Желаем вам отличного настроения и добрых вестей. Напоминаем, на связи была Евпа Торий, корреспондент для радиокомпании «Крым» Анастасия Крапивина. Продолжение следует...